Всем привет! Меня зовут Анна. Решила снять небольшую такую болталочку. А то в последнее время вообще мне как-то тут особо не до вязания, не до съемок. Как я уже говорила, мы пока временно в квартиру переехали. Кто не знает, я как-то рассказывала... Ну, тогда мне еще очень мало было вообще подписчиков, только открыла канал. Я рассказывала, что живем мы в доме. Живем мы между Москвой и Питером. Ровно посередине у нас что туда? 350-60 это километров, что в обратную, в другую сторону. Вот, между Москвой и Питером, между Тверью и Великим Новгородом. В общем, мы как раз на границе. У нас получается в Тверской области здесь поселок городского типа. У нас тут квартира. И в Новгородской области тут километров... Ну, я не знаю, 6-7, там сколько по трассе выезжаешь в Новгородскую область. И вот первое село. Там, кстати, тоже с развитой, как говорится, инфраструктурой. Там есть магазины, садик, школа, Сбербанк, в общем, ну, почта. Ну, в общем, все там есть. Тоже такое, типа, поселок городского типа. Там у нас дом. Дом мы покупали в 15-м году за материнский капитал. Брали мы его как бы как дача. Ну, чтобы летом там, может быть, приезжать, отдыхать. Может быть, когда-то и жить. И первые две зимы у нас там жили родители мужа. Ну, дом такой обычный, деревенский, бревенчатый. Там, по-моему, сколько? 6 на 10, плюс веранда. В общем, отапливается печками. Ну, есть у нас... Газ прям проходит вдоль дома. Можно подвезти. Есть водопровод. Там холодная вода. Ну, вот в 17-м году по весне решили мы туда совсем. То есть, с весны до осени мы туда ездили. То жили, то просто так наездами на выходные. В зиму жили родители мужа. Они лета у себя на даче. Ну, на даче там у них летний такой дом. Вот. В зиму они туда уходили. А потом, спустя два года, что-то вот решили мы. Ну, единственное, я говорю сразу мужу... Для меня самое главное, чтобы вот были условия вот этого вода. И поэтому вот всё там уже делали конкретно. Покупали трубы, проводили всё это. Слив делали. Копали. Вот. И повесили бойлер на 80 литров. Ну, вот. Для меня вот это главное. Чтобы не была вода горячая, холодная. Чтобы была возможность и мыться, и посуду мыть. И всё как бы, ну... Для меня это важный фактор. Скажем так. Так, брязгаться в холодной воде, как бы, я не хочу. Вот. И вот мы там... Первую зиму я ещё, бывает, ночевала в квартире. Ну, просто я работала на двух работах. И... Иной раз... Ну, просто зимой там... Вечером приехать с одной работы туда. Утром не на другую. Это с утра встать. Эту машину опять в мороз там всё это откорябать. Поэтому мне было проще остаться в квартире, с утра встать. И тут буквально две минуты, и уже вот я на второй работе. Последние вот уже... Ну, четыре с половиной года вот мы жили безвылазно там. Сюда так вот заезжали. Набегами бывает. Ну, тут тоже, конечно, квартира стоит. Сын, бывает, захотел. Он делал здесь уроки. Ну, тут рядом у нас бабушки живут. То есть покушать ему было, куда сходить. Вот. И он тут делал уроки. Ходил потом на тренировку. Потом уже мы его вечером забирали туда. Как-то так. Его квартира, ну, можно так сказать, пустовала несколько лет. Честно говоря, в такое удручающее состояние какое-то. Уныние, в уныние пришла. И вот мы решили сейчас, надо здесь хоть обои переклеить. Ну, как-то освежить ее немножечко. Вот. Муж тут вроде говорит, может вообще на зиму останемся. Но я не знаю, я что-то уже, все, я хочу. Я говорю, давай по-быстрому тут сейчас все сделаем. И к Новому году, чтобы вернуться туда. Вот. Ну, в общем, будет видно, как и чего. Пока что мы здесь. И, как я говорила, с вязанием я тут особо ничего не взяла. Начала я сейчас, вяжу. Это будет худи с капюшоном. Из пряжи Ализе Шекерин. Бэби-батик. Кто, может быть, помнит, год назад я ее мучила. Эту пряжу крючком пыталась связать кофту. У меня там что-то пошло не так. У меня, в общем, перекосило. Изделие. Ну, у меня шов куда-то в бок пошел. Но все-таки в крючке я вообще полный ноль. Вот. Потом она долго валялась, валялась. В итоге я распустила ее. И вот решила сейчас. Вяжу реглан сверху. Это я уже отделила рукава. И сейчас я хочу. У меня моточек вывяжется. Как я всегда вяжу реглан. Да, я провяжу немножко вниз от подрезов. Затем вяжу рукава. Потом уже довязываю изделие. А в этот раз я вообще решила сама себя переплюнуть. Я сначала свяжу капюшон. Потом рукава. Потом уже буду низ заканчивать. В общем, как-то так. Или рукава. Потом капюшон. Потом уже само тело довяжу. В общем, видно будет. Вот. И не знаю. Сегодня хотела начать еще одно изделие. Не люблю я, конечно, разводить по нескольку. Но не знаю. Может быть, сегодня не начну. А может быть, и не начну. Хочу еще завтра в дом. Надо будет съездить. Там немножко еще есть. Новый пряжа. Там кое-что взять. Есть. Появились задумочки там одни. Ну, не знаю. Попаду, не попаду. Просто муж у меня каждый день туда ездит. Но если тут, например, там привези мне теплую куртку. Там что-то это. Это нормально. Если я его буду еще просить что-то мне привезти по вязанию. Это, в общем, смысла нет. Что-то непонятно, что мне привезет. Так что вот. Тем более у меня там пряжа убрана в коробке. Плюс там у меня на веранде в шкафу. В общем, он даже не будет там ввозить и искать. Сказать, отъезжай сама. Вот. Хорошо еще. Хоть вообще додумала все свои спицы взять и маркеров прихватить. Несколько штук. Вот. Стойки вот у меня не было. Сын привез. У меня и так тут стойка-то такая. Знаете, это от елки подставка. И в нее селфи-палка вставлена. Как бы так вот и снимаю. Ну и здесь приходится мне над табуреткой. Там у меня столик небольшой. Я над ним снимаю. Здесь. Ну, хоть так. И то. Дело. Вот. Вчера сходила в больницу, потому что не могу. У меня все вот эти вот в носу пазухи забиты. Занималась все тут самолечением. Толку нету. Прям вниз наклоняешься. Аж голова болит. На голову давит. Поэтому уже вчера сходила в больницу, чтобы назначили лечение уже нормальное. Потому что так бывает, когда в начале зимы заболеешь. Что-нибудь не долечишься. Потом всю зиму будешь. А тут в этот раз у меня и так. Он и герпес выскочил, и нос весь забитый. Горло болело. Горло уже прошло. Ну, вот. Зима у нас уже все. Неделя полторы назад, когда снег нападал, ну, так хорошо. Прилично у нас выпало. Ну, думали, еще растает. Но нет. Позавчера вот у нас целый день снег шел. Уже много так снега. Прилично. И уже вряд ли, конечно, что-то растает. Так что вот. У нас уже зима-зима прям такая. Вот. Собака у нас, маленькая оболонка, она сразу изначально с нами сюда приехала. Поначалу, конечно, вообще жесть. Я, честно говоря, сама даже не ожидала, что я за эти года настолько привыкла жить в своем доме, что нету никаких соседей, никаких шумов. Ой, это вообще. Я тут первые дни просто вообще не могла спать. Потому что где-то кто-то разговаривает. Где-то кто-то бывает там ругается, орет. Бывает топают. Ой, по подъезду ходят. В общем, сейчас еще вот этот снег все с обуви стряхивают. Собака тут с ума у нас сходила. Она там гавкала на каждый шум. Ну, она же вообще не привыкла к такому. Правда, мы заводили ее, когда еще в квартире жили. Но она тут недолго, буквально в январе ее купила. А в апреле вот мы переехали жить туда. Да, и то есть она там, можно сказать, привыкла-то ей вот пять с лишним лет. Шесть будет зимой сейчас. И то есть она все время там. Большая собака. Я летом как-то, помните, снимала. Вот у него глаза болели. Все, он у нас тогда ведь ослеп. Ну, так пооклемался немножко. И вот до октября он нормально, в принципе, кушал. Единственное, что он ничего не видел. Вот. Еду там все он по запаху. Ну, и то даже вот слышат, где-то кто-то мимо проходит, проезжает. Он гавкал. Вот. А потом вот он тут в октябре совсем что-то заболел. Перестал есть. У него, видимо, лапы отказывали. Ну, дня четыре где-то. И, в общем, не стало его. Вот. Еще у нас там в деревне кот заведен был. В общем, в воскресенье муж его привез сюда. А там он привык же ходить на улицу гулять. Здесь поставили ему кошачий горшок. Песок ходим, набираем. Потому что все эти наполнители он же не приучен к такому. В принципе, молодец. Мы его поставили. Муж его привез. Сразу нашли у нас тут в нише от прежнего квартирного кота. Был лоток. Вот. Муж пошел, набрал песку. И смотрим он сразу в него как-то нормально. В общем, так что мы тут, так сказать, все в квартире пока. Вот. Первую-то неделю вот он был там один. Вот. Приехал даже я не ожидала. У нас когда в квартире был кот, мы переехали в дом, мы пытались его забрать. Он там вот, ну, ни в какую. Он просто, если в доме он еще как-то ничего, он видит, что все свои. То на улицу никак. Так же лоток ему поставили. Он туда тоже. В общем, он стал мне там гадить. И мы его сюда. Но здесь просто как бы в соседнем доме мама моя живет. Она приходила утром-вечером его тут покормить, запустить или выпустить там. То есть он мог спокойно здесь в квартире оставаться, спать там, ночевать. Никто его никуда не гонял, не выкидывал. Вот. Он пропал вот этим летом. Ну, ему и годов уже, в принципе, было. Вот. Ну, а вот этого наоборот. Получается, мы из дома в квартиру. И он вроде бы как и ничего. Но он вообще у нас какой-то этот. Ну, котя, вот первый раз сколько у меня вот были коты. Ну, у знакомых там, у друзей. Первый раз такое чудо. Вижу, как наш этот кот. Он у нас вообще странный. Так что вот. В общем, сейчас так вроде бы ничего. Но первые дни, вот я говорю, вообще мы не ожидали, что мы так отвыкли в своем доме к этой тишине. Но зато я помню, кстати, поначалу мне было там непривычно, что очень тихо. То, что здесь постоянно какая-то движуха у соседей. А там тишина. Конечно, у нас там много машин ездят. Люди тоже ходят мимо. У нас улица там к станции дорога ведет. Но все равно за стенкой-то, по крайней мере, никто не топает, ничего. В общем, мы пока что здесь вяжу вот эту вот худи. Потом надо, не знаю, может быть, все-таки начну. Я вот все с этой вот Ализе Реал 40. Не знаю, то ли кардиган, ну, такую кофту, в общем, связать. Не кардиган, кофта недлинная. Либо же, наоборот, у меня что-то посещают мысли связать такую накидочку просто, знаете, вот вообще буквально связать спинку, прямоугольник и две полочки без застежек, безо всего, как бы, ну, так вот. Типа жилет такой накидывать, вот, либо так, либо начать, как бы, сразу полочки, спинка, все это одним полотном потом разделить, как бы, на перед и спинку. Вот, либо, может быть, вообще начать, как бы, поперек, поперечным вязанием, то есть, ну, с одной стороны до второй, ну, как сказать, как объяснить-то, ну, скажем так, от рукава к рукаву. Вот, в общем-то, не знаю. Это у меня вот решила такую жилетку, я тут что-то подумала, думаю, может, палантин связать, потом думаю, а куда он мне нужен? Вот, я, как бы, такие вещи, бактусы, палантины, я как-то не это, шарфы, снуды, да, я ношу, а такое вот, нет. Ну, я думаю, чтобы вот не палантин, а, ну, такую жилет-накидочку, как бы. Ну, в общем, думаю еще, в общем, вязать особо некогда, но тут пару дней все-таки вот повязала, вот, может, еще вот сегодня вечером повяжу. Так что, вот, девочки, в общем, такие вот дела. По этой кофточке я тоже снимаю. Все, единственное, вот я отделяла рукава не дома, но тут, в принципе, все понятно, в видео я все объясню. Ну, и на этом все. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok